Мы реализуем целый ряд задач, задач, которые поставил нам президент нашей страны, правительство. Ключевые цели и показатели сформулированы в соответствующей государственной программе, государственной программе информационного общества. Мы ее реализуем вместе с целым рядом федеральных органов власти, с субъектами Российской Федерации. И наша общая цель проста. Мы хотим создать условия для эффективного взаимодействия между гражданами, государством, благодаря использованию самых современных информационных и телекоммуникационных технологий. Начну с важнейшего, на наш взгляд, проекта, который реализуется в нашей стране прямо в эти дни в сфере связи. Мы продолжаем реформу так называемых универсальных услуг связи. На средства фонда универсальных услуг связи в настоящее время строится более 215 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Они дойдут до 14 тысяч точек доступа в небольших населенных пунктах. Это села размером от 250 до 500 жителей. По пути кабель пройдет также через более крупные населенные пункты, села, где проживает от 500 жителей и более. Суммарно мы считаем, что реализация этого проекта позволит охватить современными услугами связи около 37 миллионов жителей нашей страны. Когда мы закончим реализацию проекта, 97% граждан будут иметь возможность быстро и недорого, качественно, на хорошей скорости подключиться к интернету. А значит, получить доступ к большим объемам информации, сосредоточенной в сети, к электронным госуслугам, дистанционной медицине, образованию и так далее. Вообще, это сегодня уже стало неотъемлемым качеством жизни наших граждан. Реализация программы идет силами крупнейшего оператора с госучастием, это компания Ростелеком. Хочу вас проинформировать, что сегодня во многом именно средства Ростелекома являются основой для реализации программы. Несмотря на то, что есть софинансирование из фонда универсальной услуги, к сожалению, объективные бюджетные ограничения приводят к тому, что государство не в полной мере исполняет свои обязательства перед оператором, который ведет эту большую стройку. Мы, как министерство, против такого подхода. Мы считаем, что все средства фонда универсальной услуги связи должны целевым образом идти исключительно на реализацию этого проекта. Ведь не для того мы с вами затевали эту реформу, чтобы уже по ходу ее реализации менять правила игры. Поэтому будем продолжать эту последовательную политику, отстаивать эту позицию на совещаниях в правительстве. Недавно обсуждали этот вопрос и с сенаторами. Сегодня докладываю эту позицию вам. В целом по 2015 году план реализован хорошо. Построено уже 2100 населенных пунктов. География реализации охватила 65 субъектов Российской Федерации. Особенно много удалось построить в Тульской, Курской и Курганской областях. В республике Тыва построили практически полностью то, что планировали сделать. В республике Карелия. Отдельно хочу сказать о совершенно особенных проектах, которые находятся на отдельном контроле в нашем министерстве. Это прокладка подводного кабеля от Сахалина к Магадану и потом уже от Сахалина до Камчатки. До Магадана мы путь прошли, кабель проложен. В ближайшее время рассчитываем дать магаданцам тот самый скоростной интернет, который они ждут действительно уже десятилетия. И этим летом завершим прокладку участка до Камчатки. Из крупнейших населенных пунктов нашей страны у нас остается неохваченными Норильск. Там вопрос решается за счет, по сути, частного инвестпроекта. И кроме того, хочу вас проинформировать, есть хорошие новости. Практически завершена работа на участке от Якутска в сторону города Мирный. Это город с населением 35 тысяч человек, но по пути прокладки прохождения этой линии связи проживает значительное количество населения, несколько десятков тысяч человек. Таким образом, все эти населенные пункты тоже получат современную связь. Уважаемые коллеги, у нас в стране самым активным образом развиваются самые современные услуги связи. Это мобильный интернет, так называемый доступ в интернет-связи четвертого поколения, LTE. Уже 60% населения России имеют возможность доступа к этой услуге. За 2015 год количество базовых станций формата LTE увеличилось на 77%. Количество превысило уже 70 тысяч базовых станций. Это очень хороший показатель, потому что, казалось бы, в условиях замедления темпов экономического роста операторы должны были снизить свои темпы строительства. Но, как мы видим, эти темпы сохраняются, и это яркий пример востребованности услуг связи населения. По скорости соединения в Российской Федерации, по широкополосному доступу мы уже привысили показатели таких стран, как, к примеру, Франция, Италия, целый ряд других государств. И здесь продолжаем движение вперед. Причем, хочу подчеркнуть, это не наши данные, не данные Росстат, это данные независимых организаций, к примеру, Всемирного банка. В 2015 году впервые в истории нашей страны мы провели аукционы на право использования частот. Ранее всегда частоты раздавались без каких-то дополнительных этих финансовых условий, были, конечно, конкурсы. Но вот впервые мы сделали самую конкурентную процедуру. Смогли получить в доход бюджета 15 миллиардов дополнительных рублей, дополнительных доходов. Развитию конкуренции между операторами также способствует и отмененное в нашей стране мобильное рабство. Иными словами, возможность перенести мобильный номер человека от одного оператора к другому, если вдруг не устроило качество обслуживания, тарифы или какие-то иные параметры. На 1 мая 2016 года 3,3 миллиона человек уже воспользовались этой услугой. На наш взгляд, это огромная цифра, хотя изначально много скептиков говорили о том, что услуга не будет пользоваться популярностью. Мы видим, что это не так. Никакого мобильного рабства в стране у нас больше нет. Благодаря, в том числе, инициативам депутатов, в частности, в данном случае хочу сказать о поправке, которую внес заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк, сокращен срок рассмотрения претензий абонентов к операторам связи. Теперь это не более 30 дней. Эти поправки у нас были приняты в начале 2016 года, уже соответствующий закон подписан президентом. Прорабатываем дополнительно облегчение условий для операторов доступа к общегородской инфраструктуре, в том числе возможности прокладывать кабели, получать доступ к абонентам в многоквартирных домах. Эта сфера находится в очень серой зоне, много зарегулированных моментов, и здесь, конечно, необходимо, соответствующим образом, законодательно всё это отработать и урегулировать. В 2015 году у нас продолжилась программа запусков спутников гражданского назначения, спутников связи. Всего с конца 2013 года было выведено на орбиту 7 спутников нашего подведомственного предприятия в ГУП «Космическая связь» и один спутник уже более коммерческого оператора «Газпром Космические системы». Хочу отдельно подчеркнуть, что за 4 года работы в министерстве нами не был заказан ни один зарубежный космический аппарат с точки зрения спутников связи, хотя раньше такой опыт был. Мы считаем, что здесь нужно последовательно проводить политику по поддержке именно наших отечественных производителей. Перейду к теме развития электронного правительства. Напомню, что президент нашей страны в майских указах определил совершенно конкретный показатель. К 2018 году 70% оказываемых услуг в нашей стране, международных и муниципальных услуг, должно предоставляться гражданам в электронном виде. На сегодня мы достигли показателя 40%, если быть точным, 39,6%. Это данные, которые дает независимо Росстат путем соответствующих опросов населения, обследования регионов. Считаем, что это очень важный тренд, и всем регионам необходимо уделить серьезное внимание этому вопросу. Именно электронный способ предоставления госуслуг является самым современным, исключает какие бы то ни было проволочки, коррупционные проявления. И на наш взгляд является ярким примером настоящей реформы взаимодействия граждан и государства. Хотел бы отдельно отметить пилотный проект, когда мы в Московской области смогли отказаться от бумажных рассылок писем. Вот целый ряд писем приходит у нас в бумажной форме, различные налоговые уведомления, информация о судебных приставах, штрафы за нарушение правил дорожного движения. По старинке многие-многие годы это делалось именно таким образом. Последовательно реализуем проект, чтобы все это происходило в электронном виде. Разрешите перейти к теме развития отрасли информационных технологий. Самое яркое нововведение здесь – это так называемый реестр отечественного программного обеспечения. Принцип очень прост. Мы исходим из того, что деньги российских налогоплательщиков должны тратиться на российские программные продукты. Не секрет, что многие министерства, ведомства, региональные структуры, опять же, по старинке закупали зарубежные программные продукты, даже когда были соответствующие аналоги, произведенные в Российской Федерации. На сегодня в реестре находятся уже сотни программных продуктов, и поправки в законы, которые были внесены в данный случай уже по инициативе группы депутатов во главе с обществом комитета Леонидом Левиным, обязали госзаказчиков преимущественно использовать те продукты, которые были включены именно в этот реестр. При этом мы не ставим каких-то жестких барьеров, это ни в коем случае не ответ на санкции, это последовательная политика мягкой поддержки создания преференций для наших собственных разработчиков. Кстати, есть важная цифра. По данным отраслевых ассоциаций, наши российские айтишники, наши программисты, наши разработчики в 2015 году обеспечили экспорт айти-услуг в размере 7 миллиардов долларов. То есть мы видим, что эта статья, эта ниша, эта точка роста российской экономики является в том числе и серьезной экспортоориентированной статьей. Айти-отрасль продолжает получать точечные меры поддержки. В частности, пункт по поддержке отрасли вошел в так называемый план устойчивого развития экономики, который был утвержден председателем правительства 1 марта текущего года. И у нас там есть отдельное мероприятие, это пункт 33, в рамках которой мы планируем впервые целевым образом поддерживать разработку и продвижение российского программного обеспечения. У нас достаточно эффективно работают 12 созданных технопарков в сфере высоких технологий. В 2015 году в этих технопарках уже резиденты смогли достичь выручки в 50 миллиардов рублей. Там работает примерно 900 компаний, около 20 тысяч рабочих мест. Любопытный факт, что в основном это очень молодые ребята, средний возраст где-то 27-28 лет. При этом обеспечивают уже такой хороший экономический результат. Важнейший элемент законодательной поддержки развития IT-отрасли – это сохранение льгот по страховым взносам для наших разработчиков. Сегодня около 6 тысяч компаний пользуются этой привилегией. Примерно каждый третий российский IT-шник работает в компании, которая платит страховые взносы по льготной ставке. И мы последовательно отстаиваем позицию, что эти льготы нужно для IT-отрасли продлять. Вместе с Миноборнауке продолжаем увеличивать количество бюджетных мест в наших вузах по IT-специальностям. И эта цифра увеличилась с 2012 года с 25 тысяч таких бюджетных мест уже до 42 тысяч. Это важный прирост. Нашей стране нужно больше программистов. И они нужны не только для IT-отрасли, но и на самом деле для повышения конкурентоспособности всех других отраслей народного хозяйства. Сфера ЖКХ занимает первое место в тройке отраслей лидеров по объему оказания платных услуг населению. И здесь мы совместно с Минстроем реализуем важный проект, который называется ГИС ЖКХ – Государственная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Идея проекта очень проста. Мы хотим каждому гражданину, каждому домохозяйству в стране в одном едином государственном федеральном ресурсе открыть доступ обо всех необходимых составляющих, как оказываются, как рассчитываются и оплачиваются услуги применительно к их домохозяйству. Продолжаем реализовывать этот проект, выходим на финишную прямую. Технически мы уже практически полностью готовы. Определённые отчётные даты наступают 1 июля, 1 января следующего года. И здесь потребуется большая организационная работа уже на уровне субъектов федерации, чтобы всё это внедрить. Кратко хочу остановиться на работе Почты России. Напомню, что это наша крупнейшая товаропроводящая сеть, а не просто организация, которая доставляет письма. Это 42 тысячи отделений. Это шаговая доступность для 95% населения страны. И это, не побоюсь этого слова, рекордные показатели по росту посылок, в том числе международных посылок, которые обрабатывает Почта России. В 2015 году очередной рекорд – 128 миллионов посылок были успешно обработаны, без каких бы то ни было задержек. И здесь это является важным результатом проводимых реформ и развития логистической инфраструктуры предприятия. Строится сеть уже межрегиональных логистических центров. Напомню, что не так давно мы открыли большой логистический центр рядом с аэропортом Внуково, который нам и позволяет справляться с этим нарастающим объёмом. Уже работает парк малой авиации Почта России. Хочу дополнительно, пользуясь случаем, анонсировать то, что летом этого года Почта России запустит свои первые собственные магистральные транспортные самолёты. И, что особенно важно, это будут российские самолёты Ту-204. Ожидаем, что два таких борта начнут свою работу уже этим летом. Как вы знаете, законопроект о почтовой связи находится уже достаточно продолжительное время. Отрабатывается Государственной Думой, коллегами в правительстве. Нам, конечно же, необходимо завершать эту работу. Мы здесь находимся в тесном взаимодействии с профильным комитетом. На особым контроле держим вопрос повышения заработных плат. Что особенно радует, удавалось добиваться того, что заработные платы росли в опережающем режиме темпами, которые превышали темпы роста выручки предприятия. Это значит, Почта России находила внутренние ресурсы, оптимизировала свою деятельность внутри для того, чтобы повысить заработную плату для своих сотрудников. А это у нас сегодня второй крупнейший по численности работодатель в стране. Большую роль связываем, и в том числе с повышением зарплат, связываем и с реализацией проекта Почтового банка. Около 15 лет этот проект обсуждался, все решения приняты, Почтовый банк создан, он уже работает. В этом году планируем открыть около 6 тысяч окон в отделениях Почты России. Почему это важно для Почты? Потому что сеть отделений мы все равно поддерживаем, мы не допускаем сокращения ни одного почтового отделения в последние годы. Но других дополнительных источников для повышения заработной платы у предприятия нет. Никакой господдержки предприятие не получает уже несколько лет, никаких субсидий ни на подписку, ни на отделение в условиях Крайнего Севера. Оно полностью находится в режиме самостоятельного функционирования. Почта-банк как минимум принесет почте 47 миллиардов рублей так называемого инфраструктурного платежа. Да еще и прибыль, надеемся, будет. Кроме того, Почта-банк выполнит, на наш взгляд, социальную миссию в том смысле, что обеспечит предоставление современных банковских услуг в тех местах, где никаких банков не осталось. А как мы знаем, как я уже говорил, Почта России присутствует практически везде. Хотел бы отдельно сказать, что с регионами Российской Федерации мы продолжаем ежегодную программу предоставления субсидий на развитие электронного правительства, электронных госуслуг. И, на наш взгляд, это является важным подспорьем, потому что это позволяет регионам также приоритизировать эту задачу среди многих-многих других задач, которые перед ними сегодня стоят. Перейду к медиасреде. В рамках ФЦП развития телерадиовещания с учетом внесенных изменений, корректировок по датам, продолжается реализация по развитию цифрового телерадиовещания. Идет работа по организации скрытого субтитрирования. Эта тема была забыта многие годы, сейчас мы наращиваем темпы, вышли уже на 13 тысяч часов скрытых субтитров на шести российских обязательных телеканалах. Отдельно отрабатываем, следим за долей контента и времени трансляции детских и юношеских программ. Хочу вас проинформировать, что по итогам 2015 года их доля составила уже 19%. Часто поднимается вопрос так называемого третьего мультиплекса или третьего пакета программ с региональными каналами. Здесь хотел бы отметить, что расчеты стоимости распространения этого канала говорят о том, что пока экономически это не представляется возможным. И региональные каналы могут продолжать работу в аналоговом режиме, могут использовать сети кабельных операторов. Таким образом, здесь мы не делаем каких-то жестких ограничений и смотрим в целом за развитием экономической ситуации. Держим под контролем подписную кампанию. Хочу вас проинформировать, что впервые за пять лет наметился рост подписных тиражей. Здесь отдельные слова благодарности Почте России, которые, несмотря на то, что все субсидии по подписке были исключены из бюджетной поддержки, тем не менее Почта предоставляет значительный объем скидок муниципальным, региональным газетам, крупным федеральным изданиям. Это позволяет в этих непростых условиях, как я уже сказал, даже увидеть небольшой прирост на 4% по сравнению с предыдущей подписной кампанией. Внимательно следим за таким важным резонансным показателем, как рост цен на бумагу. Здесь находимся с коллегами ВКонтакте из Минпромторга и ставим задачу, чтобы рост не превышал базового уровня инфляции. Активно развивается интернет-экономика. Аудитория российского сегмента сети интернет увеличилась с 74 до 80 миллионов пользователей. Это очень существенная цифра. А оценка вклада доли интернет-экономики, ВВП нашей страны, увеличилась с 1,6 до 2,3%. Доля очень быстрыми темпами растет. Это как раз подчеркивает необходимость реализации тех инфраструктурных проектов, о которых я уже говорил. С 12 до 18 миллионов человек увеличилось количество потребителей платного легального контента в сети. Это также иллюстрация того, что работают и так называемые антипиратские законы, да и в целом растет неприятие такой традиционной модели незаконного пиратского потребления контента. В завершении своего выступления хотел бы кратко проинформировать о том, что ведем активную работу, в том числе на международной арене. В сфере ответственности нашего министерства находятся межправительственные комиссии со Словенией, Камбоджей, Лаосом. По всем ним реализуются интересные торговые инвестиционные проекты. Кроме того, из ярких событий в 2015 году Российской Федерации удалось инициировать первую в истории, первую в мире встречу министров связи и информационных технологий стран БРИКС. Это было очень важно, потому что именно эти страны во многом объединяет подход к задачам импортозамещения, диверсификации, информационной безопасности, информационного суверенитета. И мы эти задачи поставили и с коллегами продолжаем дальше их отрабатывать. В заключении своего выступления я хотел бы поблагодарить коллег из Государственной Думы, профильного комитета за совместную содержательную работу. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы качество жизни в нашей стране улучшалось. Всегда остаемся на связи и двигаемся только вперед. Большое спасибо за внимание.